В данный момент вышла статья на сайтах, и люди в Ивангороде, в Кингисеппе, в Кингисепском районе обсуждают ее. Я под названием «Такая вот забота о благоустройстве, как власти Ивангорода намерены убрать крест и разрушить часовню на месте снесенного храма и могилы». Священномученик Дмитрий Чистосердов. Это статья о Ваме? Вы писали ее? Это интервью со мной. Также использовано письмо Ильи Васильевича Попова, который член комиссии по канонизации Гатинской епархии. Русской Православной Церкви много лет тоже занимается Ивангородом, и культурой, и историей, и наследием историческим. Конечно, все были возмущены тем проектом, который нам был предоставлен местной администрацией, и формой, в которой это было нам предоставлено. Потому что меня пригласили в администрацию не когда-нибудь, а в светлый вторник, то есть это Пасха, можно сказать, чуть ли не на следующий день, но через день. Я, честно говоря, сначала даже не понял, в чем дело. Я так даже обрадовался, думал, наверное, может нас поздравить хотят с Пасхой, может быть, нам какое-то пожертвование сделать на наш храм. Потому что у нас храм небогатый в крепости, так как он находится на территории музея, и таких, как бы, знаете, просто праздногуляющих людей там нет. Потому что вход в крепость платный, поэтому в основном приходят бесплатно, на службу людей бесплатно пускают, но это в основном уже сформировавшийся приход, уже прихожане, которых все знают, и охранники, и смотрители музея. Поэтому такого особого дохода, так сказать, вопрос в количестве людей не стоит. Лично мое мнение, лучше меньше, да лучше. Ну, и когда я пришел в администрацию в светлый вторник, то, в принципе, без дальних каких-то рассуждений меня сразу поставили перед фактом. Передо мной был положен проект некой странной ООО «Люди-архитекс», автор этого проекта, какое-то вот ни о чем не говорящее, так сказать, название. Где вот это, причем мы его не весь даже сначала показали, а вот просто вот так вот положили и сказали, Вот видите, у нас проект, на этом проекте нет ни часовни, ни креста, вот, и у нас выделены деньги на, так сказать, проведение работ по благоустройству Ивангорода, в частности, вот этой городской площади. И мы бы вас попросили убрать часовню и крест, потому что у нас будут там работы. А вы встречались с кем конкретно? С Александром Владимировичем Сосниным. А он один был? Был он, и еще я так понял представители вот этой архитектурной компании «Женщина молодая». Вот, ну, я, честно говоря, был сначала даже как-то опешил, как-то не понял, а что, я говорю, а какое основание, что у нас были городские слушания, на этих общегородских слушаниях было единогласно принято решение, поддержано это вот решение, это проект. Ну, никаких документов мне не было показано, кроме вот этих картинок. И, ну, правда, немножко обращение получилось не по адресу, потому что у нас же не частная лавочка. Если бы это было какое-то, причем наше часовня было названо варьком, киоском. Вот, говорит, убирайте свой киоск. Именно так в грубой форме это было? Нет, не грубой, просто дело в том, что действительно, когда в 96-м году решался вопрос о выделении территорий по строительству, во-первых, какое было время, начало 90-х годов, когда после СССР только-только еще люди начинали встречаться с представителями церкви, знаете, когда, допустим, запросто можно было по телевидению услышать такие слова, что «был отслужен заупокойный молебен», вот, или «патриарх Алексий II», допустим, вот, и тому подобное. Поэтому, когда протерей Николай Зайцев, который здесь был настоятелем Успенского храма, на то время это был единственный действующий храм в Ивангороде, Троицкого храма еще не было тогда на Парусинке, он еще не был восстановлен, он озаботился вот этой темой возрождения Святой Горки. Вот, а речь идет о том, что вот на Святой Горке до 50-х годов XX века стояли вот эти два храма. На первом плане мы видим не польскую церковь, чуть дальше это знаменская церковь. Причем до этого там были более древние храмы, допустим, в 1730 году был построен деревянный храм Рождества Христова еще при Ане Иоанновне. Вот, в общей сложности почти что около 250 лет церкви на этой горке, почему она и святой считалась. И там же в 1919 году был похоронен расстрелянный 8 января 1919 года настоятель Знаменской церкви, один из настоятелей, отец Дмитрий Чистосердов. Вот, и поэтому как только началась в Ивангороде церковная жизнь, в 1992 году первые богослужения начались вот в крепости, в Успенской церкви. Тогда там даже постоянного еще священника не было, приходили батюшки из Воскресенского собора Нарвы, тогда еще такой строгой границы тоже не было. Вот, отец Гурий приезжал часто, он тогда был благочинным, это из Кингисеппа, архимандрит Гурий, Кузьмин. И, конечно, вот эту горку нельзя было оставлять, так сказать, без духовного окормления, поэтому настоятель нашего храма, отец Николай Зайцев, обратился в администрацию, и чтобы хотя бы какую-то небольшую сделать часовенку, вот, ну, в администрации это было названо киоском, вот, рассмотрев заявку председателя Церковного совета Успенской православной церкви о выделении земельного участка под установку торгового киоска для продажи духовной литературы, свечей, икон и там подобное, разрешить настоятелю Успенской православной церкви, отцу Николаеву, установку торгового киоска в районе Горка, согласно прилагаемой схеме. Но изначально, потом, когда зашла, так сказать, речь уже непосредственно о строительстве... Это 94-й или какой-то? Это 96-й год. 96-й год. Да. Когда зашла речь непосредственно о строительстве, то уже был принят вот такой вот эскиз проектный, причем это сама администрация предложила, и мы видим, что на эскизе это названо не киоском, мы видим, что это эскиз часовни. Вот. И на всех потом последующих обозначениях, если вы откроете, допустим, туристическую карту, там написано, что это часовня. Вот. В частности, это был первый шаг. Вторым шагом уже в 97-м году был вопрос о... Так как времена были трудные, и говорить о каком-то серьезном реконструировании утраченных храмов, тогда, конечно, сами понимаете, было невозможно. Тогда я вот лично уже тогда был священником, и помню эти времена, что даже было трудно достать банку краски, материалы строительные, все это было очень проблематично. Это не сейчас. Сейчас можно, допустим, по телефону позвонить в какую-нибудь фирму, тебе на дом даже привезут все. А тогда нет, тогда это было очень все трудно, и было решено местным населением, и при поддержке администрации, вот, была выделена территория, вот, размером 1090 метров квадратных, вот, на строительство, на месте утраченных храмов, церкви, знамени Богородицы, вот, было все это с разрешения областного отдела культуры, и, так сказать, и здесь вот, что интересно, вот, вот эта схема плана этого храма, который должен был быть построен, вот, но здесь уже вот в таблице четко обозначена часовня, понимаете, ни киоск никакой, вот, вот, и, так сказать, поэтому, когда сейчас нынешние администрации пытаются нас убедить, что после того, как 24 года люди молились, приходили в эту часовенку, ставили свечи, подавали записки, вот, о здравии, упокоении, заказывали требы, вот, что теперь это, оказывается, просто торговый киоск, вот, а не часовня, вот, хотя там и висят иконы, горят лампады, там есть подсвечники, куда свечки ставятся, вот, а был проект храма, утвержденный митрополитом Владимиром Котлеровым, Петербургским и Ладожским, тогда еще у нас епархия не была разделена, была одна большая петербургская епархия, вся область входила в нее, вот, и храм, конечно, был, планировалось построить деревянный, вот, вот, такие вот эскизные предложения. А потому что это дешевле? Это, в то время это было реально, понимаете, но даже этой постройке в результате не потянули местные предприниматели, и, хотя уже начались работы, были забиты по фундаменту, вот, если вы обратите внимание, около креста там забиты сваи, из асфальта выступают. Вот, но в 2000-х годах, когда наступил юбилей барона, на столетие училища барона Штиглеса, это сам барон Штиглес похоронен, оказалось, что он похоронен здесь, в Ивангороде, в Троицком храме. Это было уже, где-то, по-моему, только 2003 год, где-то уже начало 2000-х годов, вот, и тогда, вот, был восстановлен Троицкий храм при участии и РЖД, и других спонсоров, конечно, быстро все было сделано, и после, как только началось возрождение Троицкого храма, всякий интерес к строительству церкви на горке был утрачен. Ну, может быть, это и промыслительно. Почему? Потому что лично мое мнение, что надо проводить археологические исследования этой горки, вот, серьезные, потому что фундаменты сохранились в обоих храмах, они находятся под асфальтом, но они есть, и вполне нормально было бы археологам открыть эти фундаменты, и можно было даже, ну, не знаю, как знаменскую церковь, потому что по, если взять план площади, вот, то, что в этом проекте предлагалось сделать, это, значит, они хотели-то, как бы, симулировать фундаменты церквей, каким образом, вот, значит, замостить брусчаткой или плиткой вот этот пятачок, на котором находился когда-то только один храм в честь Николая Чудотворца, вот схема его. Это сейчас современно, то, что вам дали в администрацию? Да, 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 вот, а мы наложили настоящее место расположения церквей, вот, видите, вот Никольская церковь, а вот Знаменская, она аж до магазина Великолупский, вот, доходит сюда, ее, так сказать, алтарь, вот, и чтобы его восстанавливать, этот храм, или же проводить какие-то исследования, это надо перекрывать тогда госпитальную улицу, вот, так вот, ну, вот именно около алтаря этого храма похоронен где-то вот в районе тротуара, находится могила Дмитрия Чистосердова, священомоченника, вот, а то, что нам предложили, это является неправдой, мягко говоря, вот, и на этом пятачке, которые на картинке кажутся таким огромным, на самом деле там очень немного места, вот, уместить сразу два фундамента, это просто нереально, вот, и будет, во-первых, неправдой, а во-вторых, что они предлагают, они предлагают, чтобы на площади не было ни часовни, там постоит поклонный крест сейчас, на месте Никольского храма, вот, убрать крест, и поставить, значит, на этих, так сказать, импровизированных изображениях церквей, лавочки, и чтобы люди сидели, ну, я уже 12-й год служу в Ивангороде, и я прямо представляю, чем люди будут заниматься на этих лавочках, вот, хорошо, если они будут просто сидеть, а не пить водку, или лозгать семечки, тем более, что рядом с этой площади находится продовольственный магазин, где продается алкоголь, вот, то есть, по сути дела, если сейчас, хоть какая-то святыня, в виде, да, мы согласны, что часовня временная, да, но ведь она была, планировалась построить храм, вот, храм не построили, но я предложил местной администрации, давайте построим тогда красивую часовню, постоянно. А можно вернуться вот теперь, когда вы были в администрации, вы разговаривали с Александром Владимировичем Сосниным, то есть, ну, вот, в статье, как я прочитал, ну, достаточно, как будто бы он говорил в какой-то грубой форме, или как-то вот резко. Нет, форма была не грубая, просто сам факт, мне кажется, в первые дни Пасхи поднимать вопрос перед приходом о снесении каких-то святынь, либо найдите место, куда мы ее можем перенести. Нет, я имею в виду, что, может быть, он имел в виду, что на время, допустим, демонтировать, все замостить, вот как у них по плану, а потом ее восстановить, может быть, сейчас так стали говорить, тогда такого речи не было. То есть, там был очень... Первый день было, просто уберите и все, надо убрать. По плану, по проекту благоустройства, они не предусмотрены, их надо просто убрать. Потом уже, значит, стал вопрос, когда я обратился в епархию, когда владыка Митрофан, епископ Гачинский, наш архиерей, написал письма в адрес администрации областной, на имя Дрозденко, потом письмо было написано в институт археологии Лапшину, вот, и еще одно было письмо написано, сейчас точно не помню, какая-то инстанция тоже связана с охраной памятников, копия письма губернатору была направлена, я ее принес, сам передал Александру Владимировичу Соснину, вот, тогда уже появились вот эти реплики о том, что давайте мы вам найдем другое место для этой часовни, может быть где-то рядом с площадью, но не на площади, вот, а потом было просто, я сказал тогда, что я, во-первых, я не решаю этот вопрос, потому что я, у нас же все имущество принадлежит Гачинской епархии, вот, и этот вопрос решает правящий епископ, поэтому, мне пока никаких сигналов не поступало по поводу переносов каких-то, поэтому вы должны решить, сначала с нашим архиереем, этот вопрос, и тогда, пожалуйста, я лицо подчиненное, вот, в епархию, насколько я знаю, позвонили из администрации, сказали, пришлите человека, который пусть ищет место, куда мы, покажет место, куда нам перенести число. Но, вот, смотрите, это имели в виду, они навсегда, или на время работы? А я не знаю, я просто говорю то, что мне передали. Ну, то есть, есть та возможность, что не то, что они, допустим, сказали, что просто убрать, а может быть, на время данных работ? Ну, а понимаете, я же еще раз вам говорю, что это не только мое мнение, я считаю, что должны быть накануне таких работ, которые проводятся в городе, которому уже шесть веков, и на территории, где исторически были культурные ценности. Надо вспомнить еще тот факт, что Знаменская церковь в 1925 году была внесена в список памятников архитектуры и культуры города Нарвы, Эстонской республики, тогда ведь Нарва и Ивангород было одно целое. Я считаю, что прежде чем проводить подобного рода какие-то благоустройства, связанные с застиланием, запечатыванием, так сказать, слоем плитки, либо асфальта, либо как это было, ну, асфальт настелен еще в те времена, когда храмы сносили бульдозерами, и это считалось вполне нормально. Когда, я помню эти прекрасные времена, когда в храмах устраивались дома культуры, кинотеатры, причем одна была особенность, туалет всегда делался в алтарной части, там, где алтарь. Так вот, мы сейчас, слава богу, эти вроде времена думали, что они миновали, но в связи с последними событиями что-то уже люди стали сомневаться. Было аппаратное совещание в администрации, и Александр Владимирович сказал, что они не подразумевали, что даже, ну, что не вернуть это, просто на время, ну, как он говорит, что... Мне об этом ничего было не сказано, я первый раз... Ну, то есть, вы допускаете, что это, ну, есть та возможность, что они, ну, на время, допустим, вот это застелили плиткой, облагородили, и что они просто временно хотели... А зачем тратить наши деньги налогоплательщиков на проведение той работы, которую потом надо будет переделывать? А, ну, то есть, у вас вопрос... Нет, у меня первый вопрос, это, ну, неужели у нас администрация настолько жесткая, Александр Владимирович, жесткий руководитель, когда, ну, пришли, и он говорит, нет, все это убрать. Или же, может быть, был другой вопрос, чтобы вы дали совет, куда убрать временно... Советов никаких у меня не спрашивали. Наоборот, моя первая претензия была, когда мне поставили перед фактом, показав вот этот проект, где нет ни креста, еще раз повторяю, в проекте, найдите мне здесь крест и часовню. Но вы как, ну, руководитель и священнослужитель, а вы задавали этот вопрос, что здесь, то есть, мы видим на картинке, что этого нет? Я задавал вопрос, а почему вы не посоветовали с епархией, с церковью, со мной, как человеком, который, так сказать, поставлен здесь епископом, и для того, чтобы следить за этой часовней, за этим крестом, который нам уже сносили, кстати, я имею в виду, знаете, что, ну, допустим, если возьмем здесь, ну, мы посмотрели, я посмотрел, здесь нету креста, и вы задавали ему вопрос, а крест потом, после благоустройства этого, здесь будет, и часовня? Нет, мне было сказано, что надо убрать. убрать навсегда. Я не знаю, слово, может, навсегда не говорилось, просто сказать, вот, надо убрать, потому что у нас вот есть проект, и мы его будем реализовывать. Ну, а как я должен еще понять? То есть я имею в виду, что просто идет недопонимание. Никаких вариантов иных мне тогда не предлагалось. Второй раз, когда я принес письмо, копию письма епископа, адресованную губернатору области, то же самое, наоборот, меня убеждали, что вот это все прекрасно, что вот эти вот плиты, которые планируются поставить на месте Знаменской церкви, на ее фундаменте, как они сказали, ну, это же рядом будет с фундаментом. Вот. Я считаю, что это никакого отношения вообще не имеет ни к русской культуре, ни к нашему историческому наследию. Извините, здесь не стоянка первобытных людей каких-то или еще кого-то. Здесь я еще раз говорю, здесь 600-летняя история древнего православного русского города, вот, который именно был православным, потому что тогда это был вопрос еще политический, вера, не просто личное дело каждого. Тогда это было еще дело, то есть утверждение именно интересов России как Третьего Рима, потому что мы помним, кто строил у нас, Иван Третий, именно концепция Москва, Третий Рим, это именно в его царстве не появляется. Вот. вот, и поэтому и крепость строилась здесь на берегах на Ровы с перспективой дальнейшего потом выхода Балтийское море в Европу. То есть практически те же функции должны были выполняться, какие потом стало выполнять при Петре Петербург, который был как окно в Европу, да, прорублен. Вот. Так что я считаю, что этот проект очень сырой, недоработанный и не мое это мнение одного, а мнение и епархии, что вот эти вот балконы, которые планируются сделать ни к чему совершенно здесь, они никак так сказать не в историю этого места, не в традиции. Мы видим здесь была прекрасная отмостка. Я уверен, что она сохранилась, она сейчас находится под дерном, под слоем земли, и я считаю, что за 36 миллионов можно провести прекрасные изыскания археологические. Я считаю, лучше давайте ограничимся, допустим, фундаментом Никольского храма. Очень хорошо. Пусть сколько там будет, там 4 миллиона, 6 миллионов. Вот. И с этого, я думаю, надо начинать как раз работу по благоустройству этой площади. Потому что у нас есть прекрасный пример людей, которые занимались возрождением своего исторического наследия. У нас рядом здесь Псковская область, город Псков. Если вы помните, что после войны практически весь Псковский Кремль, стены, башни, все находилось в ужасном разрушенном состоянии. В принципе, наш Ивангород тоже был в таком же состоянии и Нарвский замок, но нашли тогда возможность и специалистов, которые все-таки решили восстановить исторически утраченные памятники. И в частности, если вы бывали в Пскове, там есть такая территория Далмонтов город. Там мы видим фундаменты храмов, которые некогда находились там, начиная с 14 века и 16 века и 15 и эти фундаменты откуда они взялись? Были проведены археологические исследования, эти фундаменты были раскопаны и их подняли над уровнем земли. И теперь люди могут узнать, какие храмы там находились, какая история этого места. То же самое было прекрасно сделано, допустим, в Пушкиногорском районе на городище Воронич, где сейчас возрожден храм. Сначала тоже был просто фундамент археологами раскопан подняли этот фундамент над уровнем земли, нарастили, а потом возродили и сам храм. Мне кажется, что опыт псковских реставраторов, псковских историков абсолютно нам подходит, тем более, что по историческим и по датам, и по истории Ивангород, и Псков очень близки друг к другу. Как Ваша точка зрения, то есть сделать раскопки, поднять этот фундамент до какого-то уровня и вот это место так и оставить? То есть фундамент этих сертифик не то, что так и оставить, а с перспективой, я считаю, что тем более Никольский храм, он был небольшой, и можно было с перспективой и на восстановление самого Никольского храма. А кто финансировать может вот эти работы? То есть это церковь или власть должна как-то участвовать в этом? Как вообще? Ну знаете, когда говорят о таких вещах, ведь храмы были снесены окончательно в 50-х годах. У нас есть такой термин как Холокост, когда мы говорим о трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны. И не только Второй мировой, а когда гнали иудеев и преследовали за их веру, посягали на их синагоги, святыни, у всех это вызывает чувство ужаса, конечно, оправданного, и с этим все согласны. Но не меньший Холокост был русской православной церкви, если можно так выразиться. В годы гонений в предсоветской власти миллионы верующих, тысячи священников замучены, убиты, расстреляны, и именно власти сносили эти храмы, по их распоряжению они сносились. Так почему сейчас встает вопрос, а кто будет восстанавливать? А кто сносил, тот пусть и восстанавливает. Если вы, как есть русская пословица, назвался груздем, полезай в пузов, если ты назвался мэром, администрации, главой, или губернатором, ну так будь добр, неси свой крест, свое служение, твои предшественники нагадили, исправляй, что ж теперь сделаешь? А иначе мы ничего, так Россия будет наша вся в грязи сидеть, и во лжи, и так сколько лжи, зачем же снова повторять ту же самую лжу, зачем рисовать фундаменты там, где их нет, разрушенных церквей, когда есть настоящие фундаменты, которые можно спокойно исследовать и восстановить, я думаю, чтобы восстановить маленький Никольский храм, много денег не надо, той суммы даже бы хватило, которая сейчас выделена, вот. Ну, то есть вы за восстановление храма? Я за восстановление и за обретение мощей Дмитрия Чистосердова, который до сих пор попирается, по которым ходят люди, под асфальтом, которые находятся, и ездят машины, вот я за что, по-моему, любой нормальный верующий православный человек, как иначе можно еще рассуждать. Ну, то есть они взяли на себя функции, которые им не принадлежат. У нас церковь отделена от государства, и зачем указывать церкви, что ей делать, где их, как ей распоряжаться своими святынями. Эти святыни принадлежат церкви, и не делая администрация вмешиваться в эти вопросы, куда их ставить, куда их переносить. Надо было сначала, есть такая поговорка русская, семь раз отмерь, один раз отрежь. Сначала надо было обсудить вопрос этих работ по благоустройству с нашей Гатчинской епархией. У нас есть инженеры, у нас есть архитекторы, у нас есть юристы. Это дело чести даже нынешних властей восстановить ту самую несправедливость, так сказать, историческую, что были эти святыни поруганные, надо восстановить и обрести мощи священномочника Дмитрия поднять их. А чтобы их поднять, опять же, нужны археологические исследования. И все-таки, конечно, я понимаю, что сейчас тоже трудные времена, там все, но знаете, времена-то трудные, они всегда нелегкие. Были бы меркой, мы и так-то имели бы значение, это было бы туристическое, еще один прекрасный туристический объект, сюда бы люди ездили смотреть, любоваться, и, так сказать, этой истории, и тут все рядом, и музей, и вот эта площадь, и крепость, это целый же комплекс культурный. Тут уж с таможней уже, к сожалению, ничего уже не сделаешь, но там не украшает тоже. Я считаю, что вот эстонцы, они мудрее поступили. Ну а как вот последнее время, или с приходом власти, вообще что-то меняется в Иван-городе, в какую-то сторону, или все точно так же? Ну почему? Есть положительные, работы ведутся, так я же не противник преобразований, я просто боюсь чего, что вот эта, так сказать, вот эта работа, которая планируется, это будет ошибка, потому что, чтобы положить плитку, нужно основание, а это значит надо сравнивать, это надо значит слои снимать земли, асфальта, можно повредить даже то, что еще сохранилось от старых храмов. Вот почему, мне кажется, просто сам Бог велел провести археологические исследования. Просто тут ошибка администрации в чем? Что они не учли мнение нашей епархии по этому вопросу. Я считаю, что любое другое место, это да, это я согласен, они отцы города должны этим заниматься сами. Но извините, то, что принадлежало несколько веков церкви, без церкви решать нельзя такие вопросы, я так считаю. Александр Владимирович, в данный момент Ивангород развивается, то есть мы видим, что на Парусинке начались ремонтные работы, благоустройство и большие планы в администрации по поводу благоустройства и проекты есть, и, как мы понимаем, есть и финансирование уже этих проектов, и совместные проекты с Евросоюзом, с Нарвой. И вот на этом фоне мы увидели некое разногласие, может быть, или мы хотели бы это понять, вышла статья по нашему пониманию как обвинительная в том, что во время вот этих всех работ администрация не уделяет должного внимания сохранению истории наших предков, это я обобщенно сказал. Ну, а если конкретно, что священник нашей церкви написал статью, в которой конкретно идет разговор о площади, центральной, можно сказать, площади, той, куда приезжают в основном туристы, видят ее как со стороны Европы, когда они заезжают, так же покидающие Россию. Мы знаем, что есть проект по благоустройству этой территории, и вот там стоит крест и стоит часовенькая, которая, как по этой публикации, что вы готовы ее убрать, снести и можете что-то пояснить, что на самом деле так, такие планы у администрации или какие планы, и вообще какое бы у вас желание было по поводу это место минимальное желание и максимальное желание, если они вообще есть. Ну, абсолютно верно вы поставили вопрос. Безусловно, после приезда губернатора Ленинградской области в наш город были поставлены определенные задачи, определенные выстроены планы, которые в этом году мы начинаем реализовывать. Ивангород очень долго шел к этой возможности и наконец-то мы начинаем ее воплощать в жизнь. Ту статью, о которой вы сказали, безусловно, я ее прочитал, я был, ну, скажем так, удивлен тому, что она вообще появилась, эта статья. Я работаю в Ивангороде уже второй раз, это мой второй приход на работу сюда, в этот замечательный город, исторический город с богатой историей, с традициями. Безусловно, для меня нет каких-либо причин для того, чтобы что-то менять, что-то сносить. Я всегда говорил и говорю, я по жизни созидатель. Все, что мне хочется сделать, это в общем-то сделать жизнь ивангородцев наиболее комфортной, создать дополнительные рабочие места, сделать социальные объекты современными, модными, комфортными, удобными, для того, чтобы жители действительно они этого заслуживают, чтобы они могли жить, созидать и становиться со мной на одной волны. за время моей работы, на мой взгляд, я был всегда абсолютно открыт, я никогда за пазухой камни не держал, мало того, мы впервые начали работать в формате встречи с населениями, буквально в этот четверг у нас пройдет прямая линия телефонная, на которой любой житель может задать любой вопрос. мне удивительно, что эта волна пошла, она на мой взгляд абсолютно безосновательна, у меня была две встречи с Игуменом Давмонтом, где мы ставили вопрос лишь о том, чтобы временно перенести церковную лавку, церковную лавку, для того, чтобы мы могли провести качественное и своевременное благоустройство площади. И, соответственно, вопрос второй стоял в этом ли виде, в котором она сейчас есть, мы ее восстановим обратно на это место. Вот как бы два вопроса, которые были нами подняты. То, что написано в статье, я глубоко уважаю и ценю и церковь, и представителей, и сам на все праздники стараюсь посещать церковь вместе со своей семьей. И для меня абсолютное кощунство то, что там написано о том, что я принял такое решение. Такого решения в принципе не могло быть, поскольку сама церковная лавка это временное сооружение. В 97-м году батюшка показал мне документы, которые есть. На один год было предоставлено в аренду этот земельный участок для проектирования и строительства храма. На дворе у нас 2020 год, как мы видим, сейчас это парковка такая хаотичная, где люди приезжают, бросают свои машины, пересекают границу, возвращаются, там стоят таксисты, там, ну, она неприглядная, Александр Юрьевич, посещая эту площадь, мы его познакомили с предварительным дизайн-проектом, который мы можем реализовать, ну, и в принципе, мы не видели никаких подводных камней, которые могут возникнуть. Ну, сейчас мы видим то, что произошло, со своей стороны, могу еще раз заверить, что никакого сноса мы не планировали и не планируем, да, территория, которая, историческая территория, безусловно, мы ее будем чтить, мы будем ее всячески стараться подчеркнуть для того, чтобы не только жители Ивангорода, но и гости нашего города увидели о том, что на этой территории было до Великой Отечественной войны. Ну, и в целом, могу сказать, все усилия администрации, всех специалистов, я могу сказать, что и одобрение жителей, да, которые в том числе проголосовали за благоустройство именно этой территории, поскольку это въездные ворота, направлены только на одно, это создать комфорт и визуально это должно быть действительно достойно, достойно нашего государства, достойно истории нашего города. И мне кажется, нам в данной ситуации наоборот нужно, мне кажется, объединить усилия и постараться, да, я готов в этом сам поучаствовать, лично поучаствовать для того, чтобы возможно реализовать второй этап этого проекта. Сейчас мы приведем эту площадь в порядок, мы ее сделаем красивой, мы ее сделаем достойной, мы закроем туда въезд автомобилей и затем уже мы можем рассматривать вариант проектирования, да, строительства либо часовни, либо воссоздания храма. Ну, это уже, скажем так, второй вопрос, и этот вопрос, наверное, больше, наверное, обращен непосредственно к церкви, к церкви, к нашей епархии, у которых есть для этого все возможности, инструменты для решения данного вопроса. Вот и все. Поэтому я еще раз хочу повторить, что не надо вокруг этого раздувать какое-то негодование, ненависть, абсолютно не нужно, нужно встретиться, если у кого-то есть вопросы, жители, я готов ответить. А то, что действительно лавка требует внимания, ну и батюшка это подтвердил, что, конечно, она была поставлена как временное сооружение, и на сегодняшний день требует ремонта, и какого-то другого вида, потому что любой въезжающий в нашу страну, да, он первое, что видит, это вот музей Билибина, и мы, кстати, уже с музейным агентством разговаривали, они в ближайшие, у них в ближайших планах есть ремонт фасада своего здания, да, чтобы оно не контрастировалось с площадью, которая будет, ну и второе, это вот та церковная лавка, которая стоит на площади, на возвышенности, ее видно со всех сторон, поэтому для нас это тоже очень важно. То есть, как можно регулировать, планов у администрации и не было никаких убрать эту лавку, а был план, и он был озвучен батюшке, священнику, что будет перенесено на время благоустройство и потом возвращено, но в каком виде это нужно было обсуждать далее? Конечно. Мы для этого и встречались, и безусловно, мы понимаем, что это имущество, да, там она работает, там работают, там работают люди в этой лавке, и, конечно, для нас важно, чтобы этот процесс временного переноса, он был максимально безболезнен, мы уже разговаривали с подрядной организацией, они готовы своими силами ее временно перенести и, соответственно, подключить к электроэнергии, как это сейчас и осуществляется. и более того, мне кажется, обследование, конечно, в ходе работ, то место, на котором оно стоит, оно действительно требует ремонта, и, возможно, оно даже аварийное, потому что он стоит прямо на парапете, и парапет этот мы тоже будем полностью менять, реконструировать. Поэтому здесь еще и с точки зрения безопасности, мне кажется, необходимо все эти работы произвести. Ну, и второй момент, если смотреть в будущее, администрация и конкретно вы не против восстановления храма в том виде, в котором он был до его разрушения? Я всегда на это смотрю с точки зрения истории, если там находился храм, для этого есть все предназначения, будет принято решение о строительстве. Мы же понимаем, что любое строительство это в первую очередь финансовые средства. Я могу на 100% точно сказать, что у Ивангорода таких средств нет, мы не сможем в этой части помочь епархии. Но с точки зрения выделения земельного участка под проектирование строительства, безусловно, мы со своей стороны готовы оказать сторонние садисты. Потому что для нас, с точки зрения того, что это центральная площадь, что это наши въездные ворота, и внешне, визуально она должна олицетворять наше государство, нашу страну. Даже тот проект по крепости, подсветки крепостных стен, направлено на то, чтобы создать уже совсем другую картинку в Ивангороде, чтобы любой въезжающий, либо покидающий нашу страну действительно видел величие, могущество нашей страны и лицетворить. Такая картинка у него и сохранилась в мыслях, в воспоминаниях о нашем городе.